Всем привет! Это шестой выпуск ПНХ Шоу. Это та же студия, те же гости, та же Майка, тот же Тимыч. Продолжаем! Дебют вспомнил за наш Заметалург. Это было сильно. Еще на старом дворце. На старом рамазане, в старом стадионе. Товарищеская игра летом была. И все. Нас с фармклова поднимают. У нас молодое звено. Я в центре. Меня поставили. Бирюк, Ибрагим в защите. Тема Носов. Все, выходим нас. Выпускают. Первая сменка. Сбрасывание у нас в зоне. Сбрасывание. Проигрываю. Перепас. Бэм. Гол. Все, мы пол периода сидим. 10 секунд сыграли. Ждем, ждем. Сейчас выпустят, выпустят. Все, уже горим. Сбрасывание в зоне атаки. Думаю, сейчас хоть сыграем. Нормально. Опять все, выходим. Сбрасывание. Поиграли. Выход из зоны. Перепас. Заходят. Улитку отдают. Вон таймер. Бэм. 0-2. Сели, все. Сидим, сидим. Плотно уже все. Период досидели. После первого периода в раздевалку заходим. Тренера заходят. Ну ладно, молодые, спасибо. Все. Идите обратно к себе в фармклуб. После первого периода. После двух смен. Игровое время было секунд 15 максимум. В общей сложности. И там старый дворец был. Лед заливали. И через лед проезжаешь и раздевалка. К себе фармклуб. У нас бутн office. То есть, чтобы зрители видели, что нас отправили. И вот после 이걸 обреслили. Лед managesай… Команда выходит. И вот так через лед нам все «БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУИ%, Вот так проезжаем. За заливочной машиной. И все. И к себе в раздевалку в «Фарт клуб». И там… Следующий шанс через год вы получили… И там пацаны в раздевалке. Здесь убийства со статokейки. Там старшики. Нам, пацаны… нас этот алексеевич был тренер фарме а пацаны алексеевич привет давайте потом это на следующий год уже king king приехал тренер это же финляндии турнир и мысль не в составе молодежь что него не играете все утром раскатку покатались и все мы пошли по городу по магазинам гуляем гуляем все с пакетами так полными идем и king навстречу идет пацаны здорово там привет привет все приходим но собрание там мы много-то в зал должны были идти там и все это смотрим мы в составе майки висят майки висят мы такие ни хрена себе ну чтобы ты понимал раньше если ты на сон часе не спишь и увидел тренера но как бы а он еще там пацаны молодец и готовится все и мы одеваемся запасными одеваемся там пересезонка просто сидим таки на ладно ща посидим спокойно первая сменка одного сломали 2 сломали все мы всю игру сыграли топочку и нас дает кем точку как дали на но кстати мы хорошо были хорошие нападения от нападения два их нападающих сломали но пришлось не у нас была связь слушая раньше реально прикольно было вот я тоже помню что когда кто-то из нападающих там травму получал сразу вот этот вот молодой защитник туда его запускали в нападение и у тебя защиту не запускали запускали как я в мурманске начинал защитников мурманске все защитники лёха семенов подводного александр юдин играл играл защитник такой чем-то атакующий защитник конечно подключался потом меня уже в я в омске на играл меня перевели в нападение строго правый край строго часто универсал уже сейчас бровку вспахивал ты-то свой дебют помнишь помню играл за омск за авангард первую игру я с против бориса отыграл там ничего такого как бы сервис но игра игра просто отыграл там не помню там хорошо и плохо вторая игра играем уже в омске против ярославля вот я тринадцатым оделся проигрываем так хорошо там у тебя принципе это не волновало до 13 реально сидеть это не в игре сидишь точно был тренер уэйн флемин по короче и игорь валерьевич никитин вот и его лишь приходит горит типа уже ничего выходишь там как бы давай поактивнее надо немножко взбодрить там кого-нибудь воткнись там это ну если чё там понравится приветствуется вообще не вопрос говорю ну и все там атака на наши ворота мы бросок добивание как бы в тело там за ворушку я сразу кидаю края кстати помню этот момент а он еще дрался знаешь как этот в дэвэшник еще за в дэвэшник вот это вот как бы сказать мой дебют ворвался так ворвался а сейчас мы посмотрим как евгений беряков получил оскар евгений беряков невеликий детектив но он великолепный защитник я тоже сейчас я вспомнил я вспомнил там потом еще многие там много пацанов кстати нас снималась а что-то перед сезоном какая-то вот типа реклама на рекламу оба меня на моменты да я пиар менеджеры лишь как постарались мне ну вроде ничего так получилось не тема вообще-то экрана не сломался самое главное что в шортах сидел здесь я был тоже он набросился на шайбу отскочившую после вбрасывания под затылку нам всех раскидал просто это третий это третий разбирается со всеми артюхин ну вот так можно и забить забить наверно койлу даже афиноген что левого там и виталий катюшов там все артюха видел удавку накинул на шею слушал вот здесь конечно учу шоу две минуты чистая нам даже двери 5 до конца вообще вилка голова отлетела еще подпрыгнул артюха красава походу вот так сидел так что я помню только какие пас отдавал и раздевал да не но я на время конечно отключился я приехал на лавочку это мне доктор на меня смотрю у меня этот нос у тут у меня взял по правил я прихожу раздевалку смотрю артюха приходит игра ты чё а я не видел это замес вот все уже вот это да я там маленькая подрался маленькая маленькая доктор говорит а чё это с кем играете я такой ну вроде чехов чехами ой с финами с финами вот какой счет и такой счет не помню представляешь и все и вот эта последняя игра перед чемпионат мира последний третий период и все я из этого не поехал прикинь на чемпик это я приятный евро тур поехал артюха там тоже пофейерил как он чехов там раскидывал да да уже там тоже кому-то голову пробил у него за одну смену 4 слышит а где-то мне кажется 10 или 11 год что такое сколько у тебя восстановление заняло сколько ты душа но у меня впереди все лето было у меня был успел основной запланированный отпуск так что нормально мне у меня тоже такая у меня история похожая была мы играли с питером я еще тогда за акбар сыграл и патрик торос он помнишь он здесь тоже у фе играл он в питере тогда играл и получилось так что какое-то столкновение причем незначительно он мне попадает плечом вот в район челюсти вот и я как бы период заканчивается то в середине периода было период заканчиваться его так в раздевалку захожу смотрю говорю а где я прикинь на меня доктор смотрит а у меня по ходу глаза вот так в разные стороны он говорит о этого давай снимаем с игры я помню кстати димас казеонов рассказывал про тебя я горит сижу а вы вместе сидели по моему сижу сижу гриша такой отчет мы с кем играем да такое но там с питером да да с питером минута проходит димаса чем с кем играет и раз пять говорит так подхожу доктору доктор иди к я у меня короче клиент у меня ретроградная амнезия как выяснилось это такая штука когда вот память у тебя грубо говоря минуту ты помнишь еще забываешь ну это потихоньку время увеличивается где-то через 8 8 10 часов я в себя пришел а все что вот до этого было там мы с доктором куда-то у меня все так это вспышками всплывала то есть не было какого-то сильного вот куда то точно в челюсть попал и вот это вот сотрясение так сказала что я просто на какой-то момент очень не понимал где я нахожусь с кем мы играем и кто вообще я не горит у тебя жена если такой да ладно беременна я такую да ну чё реально у меня как раз у меня как раз такой момент в жизни был этот я уже так это постфактум думал нужно было в тот момент косить до конца что я тебя не знаю я не помню ты не моя женщина ты кто мы не знакомы у меня была травма когда я играю за ска тогда против череповца подбирая шайбу в своей зоне и вот пруд ност опять спахал бровку пруду так прешь вот до типа того тут решил что-то в центр ну кто меня дернул туда выезжаю а там человек со смены тоже бежал такой же как я вот он мне попал в челюсть как ты говоришь я бум и все у меня такой как бы раз нахожу короче все силы встаю и еду не как хоккеиста на стуле нокаут вообще все приезжаю на скамейку что-то не там доктор на шатырный шатыр еще вышел на смену меня опять в тетерине но там уже более-менее это я короче там этот брагин стоит такой игру пожалуйста а там же надо ехать через лед я на лес выхожу и опять на табуреточки на мягких такой докатился я долго что-то останавливался там месяцок точно я еще помню тогда это приехал там уже две недели не это не тренировался доктор говорит давай попробуем велик хоть покручу ну давай под моим контролем расслабить и поехал еще на две недели у нас илья петрович объясняет нам ну тренировку мы все сидим там ну как облада когда все там на это на коленках и он такой поворачиваться на жеку такой же к собой все нормально нормально а я на него смотрю у него так вот глаза и он в другую сторону доски сел вот туда и он смотрит в сторону петровича и у него вот так глаза я такой тоже на него смотрю уже есть чтобы все нормально он такой я горит сижу не понимаю чем не петрович нормально все вроде нормально чувствую а у горит но визор у него там крошка я смотрю на эту крошку как бы ну хочу там и получается он на представляешь ты бы на его месте я бы тоже сидел это вообще-то просто сексом ветром а ты еще тогда этот я им края начался так самое смешное я подъезжаю к суде говорю слушай ну я реально его не трогать честно тебе говорю я не не трогал его ты радуешься что эти за удар в еще не дал да ладно да не то видишь их тоже можно понять то что это реально не видно и тот еще так красиво шлюпнулся ну капец вообще сработал нормально это просто оскар обманулся забрал уже ки-то слушай а помните это симуляцию и даже этот где-то в пабликах показывали салават играет еще время уморка где лёха бондарь а да да помнишь уморка возучу ну чё ты такой замахивается или отскакивает я помню я сильно был а вы чё не сказали или ты еще не здесь нет нет я уже как раз там в замесе в этом где-то был но это же было видно красиво мне кажется он тоже немножко испугался ну конечно бугал дарит преждевременно до ради времени дюрни так он дернулся так что типа схватился за лицо и уже упал а даже да 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 кто бондарь тогда где в омске играл но мы с омском я думал просто как бы реакцию не испугался он именно так когда симульнул в легкую я под помню борь за бой боря бой борь борьба не злой год я не боролись закусили сна реально очень дрались там заревую счет так бил я вообще никогда не видел свой был мы не красавцы это наверно первая единственная драка да да не прямо юмор когда мне кажется вот это вот круто то что вот два таких ярких лидеров игрока которые вот прям его нашли друг друга в углу но это же тоже красит по-своему конечно вообще вот это же просто супер слушая у него как глаза загорели сразу про драки начали обозьяк дрался с кем-нибудь вообще когда-нибудь суши не было у него какой-нибудь серёга мне кажется не что-то было мне кажется но не на льду мы приехали на турнир рамазана с витязем с витязем да я первый год еще видите и приехали приехал тогда яблонский бреннон мирасти они это время пошли в ресторан посидеть да и я такой штанг это свадьба была вот и их сначала как бы давайте давайте его ребята там посетите нашу свадьбу как говорится потом они как бы все посетили уходить и там что-то кому-то не понравилось они просто забыли про русскую традицию какая свадьба без драки точнее без без получения слушал на видео там все очень это жестко выглядит чего они там раскидали вообще все так там не обратили внимание что у них лица не совсем хоккейная не больше на бойцов на а вот я кстати узнал про ракезы это короче это делали индейцы и ракезы именно такие вот когда типа шли в бой когда надо что-то там завоевать вот они делали такие ракезы это мне ешь вот рассказал недавно буквально слушай подожди коль мы заговорили про прически у тебя была какая делал чего-нибудь на голове я не знаю там выбривал виски и красил там есть фотографии где-то в интернете гуляет гуляет я такой ну как мы знаешь когда мелкими на пункте финала вот этим чемпионат россии мы что-то всей команды решили тут этот перекраситься кто во что кто милирование дело типа сплочение получилось так и белые волосы мне куда их белее делать выжигать что легко ты в черный покрасить мне просто черным сделали помнишь эти были чехи в магнитке они в оранжевые краситесь как лисы или бороды они красили в ралинок кто там на плей-офф что-то на плов да и что-то делали я помню шоу ставим шоу да это еще когда я после игр делали шоу придумали постановку какой-нибудь там для болельщиков игра заканчивалась и они там что-нибудь там или там чуть на мячах там дрались там машины всякие выезжали там что я пошел на маке болельщики просто не уходили после игры ждали их не шоу ну база была знаешь ты не был на я не был моим перед играми мы там на базе спали а я жил с илюха и проскуликов а напротив нас жил массажист но он просто он такой же но только еще больше два раза все мы спим благополучно перед игрой ночью дверь закрыта у нас там две двери слышим просто такой звук там дверь в туалет хлясть открывается мысль мы сидим вот так под обилижим под одеялом я смотрю на проску река очень бледный ну там знаешь как это очень громко все было слышим так струя в туалет как избран сбой то ну еще хренели я думал там это милиция там забежала рота наверно солдат все потом опять биф баф все тишина мы лежим лежим наш как страшно реально было я выбегаю а там короче дверь и свет от ламп и такое очертание просто вот этого массажиста идет все номер я ему на утро говорю сушь ты че еще что ли к нам пришел в туалет сходил ушел да ладно серьезно а он оказывается лунатин и он даже не он даже не помнил что он к нам приходил у их вы илюхи чуть инфаркт не случился слушай это же раньше мы когда по парам жили много же таких историй на самом-то деле вообще кто пацаны лунату вот у меня была история вот прикинь я вот ночью лежу не так конечно кровати лежишь ты спишь спокойно либо боком и что-то открывая глаза и надо мной вот так вот лицо просто чувак стоит вот так смотрит и ты чё и потом там тишина вообще и в какой-то момент становится страшно что просто на тебя ничего не ни хрена там вот там ноль ответа я помню вот этой ладошкой вот так по щеке нельзя же будить их да мне путь чувак просто на меня смотрит ночью не но это да вот и вот такой так чё такое я говорю ты чувствуешь что меня смотришь вот такое извини у меня есть такая штука про базу за история помнишь базу когда открывали все баб новую базу построили магнитки все открытие базы как надо этот шампанское разбить кидают бутылку бэм отскакивать не разбивается второй раз бэм опять отскакивать не разбивается с третьего раза разбили все сезон начинаем с учета 12 игр подряд проиграли вообще там еще не получается надо по новой разбивать либо базу купили новую бутылку привезли кинули и все и сезон выиграли тогда как раз суперлигу выиграли вот в этот сезон выиграли чемпионство разорваешься сезон начали там вообще на последнем месте там вторые с конца это какой год 2006 6 7 7 год чехи тоже они придумали я с ними в трой в тройке играл на базе номера по двое и вот так выходишь на балкон и балкон общий что-то нет перерыв какой-то евротур они съездили в чехию все значит ложимся спать и стучаться в балкон причем с той стороны и мы придумали новую традицию мы привезли с львовицу с собой сейчас будем выпивать будем и выигрывать на базе просто приносили его так по 30 грамм с львовицы вы перед играми выпивали играли просто так они бывают на играх пьют и но как у нас кури но с львовицу постоянно но это буквально вот так она же для традиции вверх и у нас прям получалось взаимодействие игра перед перед перерывом у нас перерыв у нас там путевки все там отдыхать летим семьей и последняя игра в королине все это какая-то заварушка что-то же толкаемся толкаемся там что гробовского там долбит я подъезжаю такую толкаю и просто такой-то боец попался перчатки скинул сразу звездочки полетели вот такие фингалы слушать такая на отдых летим на отдых весь отдых там пять дней с фингалами с такими хожу везде-то отдохнул просто перерыв договор прикинь это все там где заливочная машина открыли калина до через лет надо ехать и коли он едет едет калитка здесь колян стекло бам а я утром смотрю хайлайты он едет и бум бьется видео нормально прилетела домой был бой я тоже в америке один раз это отхватил хороший лезу на ворота выезжает замыкать там все воротаря что останавливался защитник такой здоровый мне ночи раз я такой ему в ответ на и просто я тоже ничего не успел я короче только вот убираю вроде лицо закрыть закрыть как у меня навтыкал по башке мне я потом шлем одеть не могу но я тогда отхватила нормально короче ты головой бил ему в кулак когда ты лицом пытаешься шлем одеваю рукой за конек судьи я знаю почему так сделал чтобы у меня пальцы не отрезал потому что я там уже почувствовал что сейчас вот мне вот наступит на он короче что-то юхи там заделал и я вот так по закруглению еду к тимачу и говорит ну там слова и давай чё 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 и вот это вот началось здесь вот а вы тогда по моему вас выиграли до этот раунд до но мы эту игру выиграли на принял еще причем сколько волос после чемпионата мира через месяц на собрали в москве потом мы поехали все вместе вот в нового гарева к президенту вот конечно так это впечатлило нас приехали там такой кп как в этом в аэропортах ты с паспортом подходишь туда те смотрят вещи сканируют проходишь заходишь за забор там с автоматами люди стоят видно только глаза вот автобус отдельно проезжает потом 5 в автобус садишься едешь едешь там такой ну дом приемов что ли он называется вот сначала такая официальная часть была у нас вручали там по моему заслуженных мастеров спорта каждому вот и все и потом пошли там как такая терраска небольшая диванчики стоят эти зонтики ну еще и там сидели в такой неформальной обстановке общались владимир владимирович всякие истории рассказывал нам ну как бы прикольно было то что вот неформальная остановка вот как мы сейчас сидимся вместе и вот так вот общались конечно круто на всю жизнь а история рассказал спортивные или вообще разные да да я право не помню что там мы какую-то бумажку подписывали там игорь бутман был там на саксофоне играл так душевно посидели попили чека тут не чека ну шампанское шампанское и это даже песню спели там команда молодости наш и все и потом с положительными эмоциями впечатлениями поехали домой куда домой а нет нет ну круто круто конечно всю жизнь стало хочу объявить конкурс какой подарок вы получали самый необычный 23 февраля и 8 марта лучше комментарий получит от тимыча компот шестой выпуск наконец-таки закончился пожалуйста напишите ваши комментарии понравился ли вам наш выпуск и мы конечно все вместе ждем в следующих выпусков что снимаем или чё Сейчас вам все снимем, сейчас все снимем. Все, поразливаем сейчас. Сейчас просто фотографируем и все. А, все. Гоу, держу. Спасибо. Все. Все, я приеду. Здесь расписаться? Хорошо.